Дорогие друзья, здравствуйте. Добро пожаловать на открытый вебинар в бизнес-школе ЕМАС. Я знаю, что многие из вас уже не впервые на нашей вебинарной площадке, не впервые гости нашего вебинара. Дорогие друзья, я знаю, что вы посетили наши вебинары несколько раз назад. Но больше для себя, чем для вас, я хочу сказать несколько простых правил участия в вебинаре. Я хочу сказать несколько правил. Во-первых, для всех вопросов я отведу время в конце вебинара. Я буду отвечать на ваши вопросы в конце вебинара. Во-вторых, мы работаем по московскому времени с 18.15 до 19.15. Поэтому последние 15 минут – это минуты для ваших вопросов. Иногда я сам вас буду о чем-то спрашивать. И прошу вас отвечать в чате, обычно цифрой. Тот, кто меня понял и услышал, поставьте сейчас единичку. Если у вас вдруг возникнут технические проблемы, вы, пожалуйста, об этом напишите в чат. Я не смогу их решить. Но если мы здесь, в ЕМАС, будем видеть, что проблемы происходят у всех. Мы постараемся что-то сделать. Если проблемы только на вашей стороне, у вас одного. Если только вы у вас проблемы, то мы все равно будем вам сочувствовать и очень надеяться, что проблема решится сама. Мы будем сочувствовать вам, что проблема решится сама. Больше никаких правил нет. Со своей стороны я хочу сказать, что вы можете рассчитывать на ту презентацию, которой я пользуюсь на протяжении вебинара. Вы ее можете получить как файл. Это все исправил, и мы можем стартовать. Я скажу несколько слов о себе. Меня зовут Алексей Семенцов. Я преподаватель программы MBA, бизнес-школы ЕМАС. И моя область специализации – это продажи во всех смыслах слова. Я управляю продажами. Я обучаю людей, которые продают. Я консультирую по управлению продажами. Я проверяю, как аудитор, насколько продажи хорошо работают. Если у вас будет интерес к моей персоне, вы всегда можете посмотреть мое резюме или задать вопросы нашим уважаемым коллегам администрации бизнес-школы ЕМАС. Они все-все вам расскажут и покажут. Если у вас интересная моя персона, вы можете посмотреть на мой резюме или спросить менеджеров ЕМАС бизнес-школы ЕМАС. И они вам расскажут все о мне. Теперь давайте знакомиться с вами, друзья. Теперь давайте познакомиться с вами, друзья. Я бы хотел вас попросить, чтобы каждый и каждая написали сейчас в чате одну единственную цифру от единицы до пяти в российской школьной системе, где единица значит, что продажи это вообще не ваше, вы не имеете к ним никакого отношения. А пятерка означает, что продажи это ваше все, ваша основная работа и вообще это то, что вы любите больше всего на свете. О-о-о-о. Я вижу, что цифры уже полетели от наших русскоговорящих коллег. Я вижу первые четверки и пятерки. Я вижу, что первые четверки и пятерки. В продажах мы тоже должны поставить диагноз. Хорошо обезболить, а потом лечить. В продажах мы также должны поставить диагноз и тогда обезболить его. Обезболить. Окей. Итак, друзья, давайте приступим к нашей теме. Она у вас видна на экране. Я не думаю, что надо ее озвучивать или зачитывать. Не вижу в этом смысла. Начну чуть-чуть с другого. Я хочу просто сказать вам о том, что, по моему мнению, происходит с клиентами и с рынками, что нам важно знать. Дорогие друзья, давайте начнем. Вы можете видеть название на экране. Я думаю, что не нужно повторить это. Поэтому я хочу начать с другого. Я хочу сказать, что я хочу сказать, что любой рынок, не важно, товары это или услуги, международный это рынок или это рынок национальный или замкнутый какой-то в рамках одного города или области, может находиться в трех состояниях. На самом деле рынок может стагнировать. То есть у него может быть нулевой рост и нулевое падение, рынок может расти и рынок может падать. На самом деле многие компании, многие продавцы любят рынок, который стагнирует. Потому что на таком рынке все понятно, все стабильно и все спокойно. Но на самом деле стабильный рынок или стагнирующий рынок представляет для продаж очень большую сложность. На таком рынке клиенты склонны держаться за того поставщика и за того продавца, с кем они уже начали работать, с кем у них есть опыт сотрудничества. Если перед вами стоит задача привлекать больше клиентов, расширять клиентскую базу, то в этом случае стабильный стагнирующий рынок представляет собой очень сложную задачу. А вот если рынок, который интересен вам и вашей компании растет или падает, то ситуация меняется. Потому что именно в ситуации, когда рынок растет или падает, клиенты начинают проявлять поисковую активность. По разным причинам, по разным основаниям. Желание попробовать что-то новенькое, желание сэкономить или какие-то другие мотивы руководят клиентами, но это не важно. Они в любом случае ищут новых поставщиков и рассматривают возможность сотрудничества с ними. Именно по этой причине я рассматриваю падающий рынок как окно возможностей. И я всегда спрашиваю моих клиентов, надо ли вам бояться падающего рынка или надо вам радоваться, что рынок падает. И я спрашиваю, что происходит или может произойти с клиентами на падающем рынке. И я говорю, что вам надо не только видеть риски в падении рынка. Вам надо видеть в падении рынка возможность существенно расширить свою клиентскую базу. Поэтому правильный ответ на вопрос, что происходит с клиентами на падающем рынке? Звучит так. Эти клиенты могут перейти к вам. Это правильно. И я сегодня хочу познакомить вас с парочкой моделей, которые могут вам помочь получить от падающего рынка. Дополнительные преимущества, которые могут помочь вам расширить клиентскую базу, даже когда рынок находится в таком неприятном состоянии. Сегодня я хочу показать вам несколько моделей, чтобы вы получили преимущества от падающего рынка. Первая модель – это модель диагностическая. Первый модель – диагностическая. Не случайно хорошего продавца сравнивают не с шоуменом, а сравнивают с доктором. Когда я рассказал об этом Стефано, я не шутил. Это истинная правда. Вторая модель – это модель активная. То есть первая модель помогает понять, легко ли вам будет завоевать клиента на падающем рынке или сложно. Вторая модель активная. Первая модель показывает вам возможность получать клиента, легко ли вам или нет. А когда вы решили, что за этого клиента стоит побороться, тогда вы используете вторую модель. Она рассказывает, как за него можно побороться. Когда вы решили, чтобы привлекать клиента, вы используете вторую модель. Потому что этот модель рассказывает вам, как привлекать клиента. Окей. Разберемся с первой моделью. Давайте поговорим о первой модели. Надо понять, что хотя клиенты на падающем рынке в общем и целом становятся более чувствительны к альтернативным предложениям и проявляют больше интереса к другим альтернативным поставщикам, это не является абсолютно полным общим правилом для всех. И нам надо понимать, что все клиенты могут делиться на лояльных клиентов. Или мы называем их еще верными. И на ветреных клиентов, которые характеризуются низкой лояльностью. Но у клиента не написано на лбу, верный он или ветреный. И нам нужна какая-то система, которая позволит отделить одних от других. Я использую очень простую модель, которую хочу вам сейчас представить. Она состоит всего лишь из пяти оценочных вопросов. Эта модель используется экспертным методом. То есть для ее применения не нужна какая-то статистика или математика. Я сам отвечаю на эти вопросы, на эти пять пунктов, когда думаю о каком-то конкретном своем потенциальном клиенте. Я знаю из своей практики, что в каждой компании у менеджеров по продажам есть какой-то список клиентов, потенциальных клиентов. Которые они хотели бы привлечь. Из моей практики я знаю, что в многих компаниях менеджеры имеют свой собственный датабейс или клиент, который они хотят привлечь. Я имею в виду потенциальных клиентов. И именно этих клиентов мы и оцениваем с помощью модели, которую я здесь представлю. Итак, если я думаю о конкретном моем потенциальном клиенте, какие вопросы или какие пункты помогают мне понять, является он скорее лояльным своему текущему поставщику? Или у него низкая лояльность и его легко будет переманить или перехватить? Когда я думаю о конкретном клиенте, какие пункты помогают мне понять, что этот клиент лояльный своему предпринимателю или нет? И какой клиент я могу привлечь? Окей. Первый пункт или первый вопрос, который я себе задаю. Как клиент общается? Если клиент общается со мной очень открыто, предоставляет информацию и легко выходит на контакт, тогда я могу поставить по этому пункту, по пункту общения, 3 балла. Если общение затруднено и клиент неохотно предоставляет информацию, до него сложно дозвониться, или он нерегулярно отвечает на письма, я поставлю 2 балла. Если сложно общаться с ним и иногда он не отвечает на телефон или не отвечает на письмо, я поставлю номер 2. И, наконец, если контакт с клиентом затруднен очень сильно или он вообще не выходит на связь, тогда я поставлю 1 балл. Если контакт с клиентом затруднен очень сложно, и клиент не принимает телефон, то я поставлю номер 1. Смотрите, на примере этого первого пункта я хочу вам показать, что каждый раз, когда я задаю себе тот или иной вопрос из пяти, я должен не только сформулировать ответ, но и поставить определенный балл. Один, два или три. Давайте посмотрим следующий пункт. Это опыт смены поставщика. Если мне не известно о том, что клиент когда-либо менял поставщика в моей сфере, то я поставлю 1 балл. Если мне известно, что клиент запрашивал коммерческие предложения, но все равно оставался верен одной и той же компании, хотя общался с разными, я поставлю 2 балла. Если я знаю, что этот клиент коммуникает и спросил коммерческие предложения от различных предприятий, но если он остается с同им предприятием, то я ставлю 2 балла. И, наконец, если клиент периодически работает то с одним поставщиком, то с другим, я поставлю 3 балла. Обратите внимание, чем больше баллов, тем выше мои шансы перехватить этого клиента. Максимум я могу получить 15 баллов. Максимум я могу получить 15 баллов. Клиент, которому я поставлю 15 баллов, это клиент, который кричит, приди ко мне. Максимум я могу получить 15 баллов, это клиент, который кричит, приди ко мне. И минимальное количество это 5 баллов. Если клиент в моих оценках получит 5 баллов, то это все равно, что он говорит, нет, 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 ни за что. Если клиент получит 5 баллов, то это означает, что он не хочет менять предприятия. Окей. Если это понятно, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Я буду знать, что вам нас слышно видно и еще что вы все живы. Спасибо. Пройдемся дальше. Третий пункт персонал. Это пункт о том, с кем я общаюсь в этой организации. Я поставлю единицу, если меня не пускают дальше секретаря или какого-то рядового закупщика. Я поставлю 2 балла, если я могу пообщаться с представителями закупа и, возможно, с кем-то из бэк-офиса, с техническими службами или с кем-то подобным. И, наконец, я поставлю тройку, если я могу разговаривать с менеджментом организации, с людьми, которые принимают решения. Окей. Если мы возьмем пример больницы, мы знаем, что у нас есть минимум один человек, который работает в сфере медицины. То я бы поставил единицу, если я общаюсь только с представителем отдела материально-технического снабжения. Я бы поставил двойку, если у меня есть контакт на уровне заведующих отделениями, например, на уровне главного анестезиолога больницы. И я бы поставил тройку, если я имею возможность общаться с главным врачом. Окей. Это был просто пример. Теперь давайте двинемся к пункту четвертому – поисковая активность. Мы поставим тройку, если клиент сам запрашивает коммерческие предложения или он сам ищет новых поставщиков. Двойка будет в том случае, если клиент готов рассмотреть предложение, но мы сами его уговариваем, что мы их сделаем и отправим. И наконец единица будет, если мы делаем коммерческие предложения и делаем какие-то расчеты для клиента, но даже не знаем, получил он их, потому что нет никакой реакции. И наконец пятый пункт – это пункт, связанный с планами компании, с планами клиента на будущее. Очень интересно, что тот клиент, который рассматривает нас как потенциального поставщика, будет охотнее делиться с нами планами на будущее. Что он хочет купить, куда он хочет развиваться и прочее. И наоборот, тот клиент, который верен своему поставщику и не думает о возможности работать вместе с нами, будет скрывать эту информацию и не будет ничего рассказывать о том, что он наметил для себя в будущем. И здесь, в зависимости от того, насколько клиент разговорчив, вы можете поставить единицу, двойку или тройку. Напоминаю, что каждый раз, когда вы обдумываете пункт за пунктом того или иного клиента, вы ставите балл. Единичку, двойку или тройку. Если то, что я объяснил понятно на текущий момент, поставьте, пожалуйста, единичку в чат. Если что-то непонятно, поставьте нолик. Я буду знать, что от вас будет какой-то вопрос. Классно, я вижу, что это вопрос. И я хочу поделиться своим правилом, что если ваш клиент набирает 9 баллов и больше, то смело начинайте прорабатывать его перехват, его завоевание. Если же баллов меньше 9, то я бы советовал, либо готовиться к долгой работе, либо переключить свое внимание на тех клиентов, которых завоевать легче. Я знаю, что на открытых вебинарах у меня нет над вами административной власти, какая есть, когда я веду программу MBA. Мне очень жаль, потому что я не могу вам погрозить экзаменом или зачетом, или курсовой работой. Поэтому я буду вас просить, вынужден просить. Если вы хотите, чтобы вебинар имел для вас практический смысл, то возьмите двух-трех клиентов, по которым вы сделаете такой чек-ап и попробуйте их оценить. Если вы хотите, чтобы вебинар имел для вас практический смысл, то возьмите двух-трех клиентов и пытайтесь оценивать их. Если вы хотите отправить в бизнес-школу ЕМАС, то я могу посмотреть и дать вам комментарии со своей стороны. Это не является вашей обязанностью, но это возможность, которой вы можете воспользоваться. Мы с вами двигаемся дальше, потому что я хочу познакомить вас со второй моделью. Допустим, вы решили, что какой-то клиент заслуживает вашего внимания и вы хотите на него поохотиться. Тогда вам на помощь может прийти модель, которую я называю план нападения. Это не является планом в виде какой-то дорожной карты с последовательностью шагов. Это скорее похоже на картинку, которую мы собираем из разных паззлов. Это те вопросы, которые вы должны подготовить, собираясь поохотиться на привлекательного клиента, который сейчас работает с другим поставщиком. Таких вопросов на самом деле всего девять. Думаю, куда пропал мой десятый палец? Посмотрите, что три вопроса – это вопросы, которые описывают фактическое положение вещей. Шесть вопросов. Это ваши гипотезы, это ваши предположения. Что вам надо постараться знать по факту, доподлинно? Первое. Кто является текущим поставщиком или поставщиками этого клиента? Второе. Какова система принятия решений, то есть кто принимает решения у клиента? Что это за должностные лица? Второе. Вы должны понимать, кто принимает решения, что это люди? И, наконец, третий вопрос. Что из интересующей вас темы покупает клиент и сколько он этого покупает? Иначе говоря, его закупочный бюджет по вашей теме. Отлично. А теперь шесть вопросов, ответы на которые вы ищете в своей голове, потому что это гипотезы. Первый вопрос мы уже знаем. Он как раз рождается из предыдущей модели. Это вопрос о том, лояльный клиент к текущему поставщику или нет? В ответ на этот вопрос вы прямо можете использовать бальную систему. Помните наши от пяти до пятнадцати баллов. Второй вопрос. Вы должны подумать и написать два-три пункта. Почему клиент может захотеть покинуть своего текущего поставщика? Что ему может не нравиться? Третий вопрос. Вы должны подумать о том, какие моменты являются для клиента важнейшими критериями выбора. Что ему важно? Ему важна цена? Ему важно качество? Ему важны сроки поставки или что-то еще? Следующая вопрос. Что клиент нужна для его выбора? В продажах есть хорошая поговорка, что делая выбор только дурак не думает о цене. А вторая половинка этого же выражения звучит так. Только дурак думает только о цене. И вы должны подумать, что важно для клиента. Цена важна всегда. Но что еще? Теперь мы спускаемся с вами на третий уровень. И он самый сложный. Хотя он расположен в моей модельке в самом низу. О чем вам надо подумать, помимо того, что я уже сказал? Вы должны подумать о том, я начну как бы не по порядку. Каково ваше конкурентное преимущество? Каково ваше уникальное торговое предложение? Что вы скажете в ответ на вопрос клиента? Почему мне надо работать именно с вами? Это и есть ваше уникальное торговое предложение. Это ответа на вопрос клиента. Можно перефразировать, что ваше уникальное торговое предложение это самая большая выгода, которую получает клиент, став работать именно с вами. Следующий вопрос, над которым вы должны подумать, это вопрос о том, можете ли вы сделать вашему клиенту то, что порой называют предложение мафии? Речь идет о том, что иногда можно сделать клиенту предложение, от которого действительно сложно отказаться. это может быть продукция, которой ни у кого нет из конкурентов. Это может быть какая-то цена, которой ни у кого нет из конкурентов. Или это могут быть какие-то условия поставки настолько уникальные, что их нет ни у кого из конкурентов. Вы должны думать о уникальной торговой. Это значит, что иногда вы можете сделать такой торговой для вашего клиента, и он вообще не может отказаться. Это может быть интересен продукт, или небольшой цене, или amazing terms of delivery. Это может быть ничего, но это может быть очень интересным для вашего клиента. И, наконец, девятый вопрос, он тоже очень интересный и очень важный. Это вопрос маленьких шагов. Предположим, что вы вступили в переговоры с потенциальным клиентом, но клиент, несмотря на все его стремление поработать с вами, не готов начать здесь и сейчас все бросить и кинуться вам в объятия. Не готов. Не готов. И последняя вопроса касается маленьких шагов. Предположим, что у вас есть договоры с клиентом, но он интересен в вашей компании, но он не готов начал работать с вами. И тогда у вас должен быть готов план Б. То есть вы должны быть готовы сказать клиенту, хорошо, ты не хочешь начинать сразу с чего-то большого. Давай начнем с чего-то маленького. Это и есть вот эти маленькие шажки. И очень часто именно неготовность вот к таким маленьким шажкам рушит всю проделанную работу. Вот 9 вопросов, к которым вы должны быть готовы. Очень часто ответы на эти вопросы ищутся путем мозгового штурма, в котором участвует менеджер по продажам, его руководитель, кто-то еще. Если то, что я рассказал о модели по захвату потенциального клиента понятно, поставьте единичку в чат. То, что я уже говорил по поводу первой модели, справедливой для второй. Вы можете сделать план нападения на одного клиента, любого. и я готов его дать какой-то фидбэк по итогам того, что вы напишете. Давайте договоримся, чтобы этот оффер не был бессрочным. Сегодня у нас 11 апреля. Я готов дать вам 10 дней. Таким образом, 21.04 будет наш с вами дедлайн. Дорогие друзья, все что я хотел рассказать, я рассказал. Я бы хотел поблагодарить вас за внимание. Нашу уважаемую переводчицу за помощь и сопровождение и доведение до ума моего нелепого текста. Это можно не переводить для наших англоговорящих друзей. Спасибо за совместную работу. Я, к сожалению, оставил меньше времени, чем рассчитывал на ваши вопросы, но с удовольствием на парочку ваших вопросов отвечу. Да, пожалуйста, печатайте ваши вопросы. Я решил, что я буду отвечать со своей собой. Хорошо. У вас есть вопросы? Да, сейчас мы ждем одного вопроса, а я настраиваю так, чтобы сова была в кадре. Да, Ольга, вы поняли правильно. На самом деле, вы ничего не должны сдавать. Но если вы сдадите то маленькое домашнее задание, которое я для вас сделал в течение дня, 10 дней, то в этом случае я беру на себя обязательство домашнее задание проверить. Наш уважаемый переводчик отвлекся на саму по этому. Наш ученик, вы же студенты. В зависимости от того, что, в основном, я пробую на себя обязательствовать. У вас есть вопрос. Это не обязательство, а это возможность. Я вижу, что еще пара человек пишет. Пишет Михаил. Клиент, который покупает у конкурентов по причине личной неприязни к компании. Надо ли его пытаться вернуть? Can you translate, please, this question? Ответ на этот вопрос следующий. Во-первых, надо спросить, а интересен ли этот клиент компания? First of all, you need to understand, if the client is interested for the company? Если ответ – да, то, конечно, его надо пытаться вернуть. If the answer is positive, then yes, you need to try to return the client. Для этого существуют разные возможности. There are a few possibilities for doing it. Одна из таких возможностей. Я не имею сейчас времени рассказать обо всех. I'm going to tell you only about one possibility, because I don't have much time. Называется split. Расщепление. It is called split. Менеджер, который работает с таким клиентом. Менеджер, который работает с таким клиентом. Может не стараться защищать компанию. Может не стараться защищать компанию. Может не защищать компанию. Может признавать, что в компании что-то несовершенное. Условия работы, продукты или босса. Сотрудник делает такой сплит между своими отношениями с компанией и клиентом. И между отношениями двух компаний. Например, если я был бы менеджером, Михаил, а вы представителем такого потерянного клиента. Например, если я был менеджером компании, и вы, Михаил, вы были представителем этой компании. Я мог бы сказать вам, Михаил, конечно, наши боссы-придурки. Но мне хочется с вами работать. Я хочу, чтобы у нас были сделки. И я для вас сделаю предложение, которое будет вам выгодно. Я буду отстаивать ваши интересы внутри моей собственной компании. И я буду отстаивать ваши интересы внутри моей компании. Сплит считается экстремальным методом возврата потерянных клиентов. Но иногда он единственное возможное. However, sometimes it is only one possible method. Я ответил. Я ответил. Сначала я дождусь, да, сейчас, можете ли перевести Стефана, Штефа на вопрос? В этом случае надо, конечно, искать выход на босса. И это уже должен делать не я, а руководитель моей компании. Тут тоже есть возможности. Но эти возможности не самые приятные. Давайте предположим, что босс запретил работать с компанией моей, потому что когда-то мы на него подавали в суд из-за того, что он нам не платил вовремя деньги. То есть клиент заплатил, но сказал, что больше никогда не будет с нами работать. В этом случае, если мы хотим вернуть этого клиента, мы должны признать, что мы подавали на него в суть зря и, возможно, компенсировать ему судебные издержки. Если мы хотим вернуться к клиенту, то мы должны отметить, что это был ошибка, и мы готовы вернуться к клиенту. Логика понятна? Коллеги, я жду финальный вопрос нашей встречи. Спасибо вам за прекрасные вопросы. Сова очень довольна. Спасибо большое за вопросы. У меня все остальные вопросы. Спасибо большое. Коллеги, со мной не знаю. По остальным вопросам к нашим уважаемым коллегам, к нашим уважаемым администраторам бизнес-школы EMAS, которые сегодня проходили наш вебинар. Вебинар, конечно, в нем меньше интерактива, чем в личной встрече. Тем более, когда мы работаем с переводом. Это сложно, да, сложно. Но я сегодня чувствовал очень дружелюбную и вовлеченную атмосферу на нашем вебинаре, несмотря на все сложности. И любое обучение – это процесс, где участвуют все. Если те, кто учатся, не вносят свой вклад, это все чувствуют. Сегодня я чувствовал, что все внесли свой вклад. Сегодня я чувствовал, что все внесли что-то в нашем вебинаре. До новых встреч, друзья. Рад был со всеми познакомиться или увидеться с кем, с кем еще знакомы. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо большое. Пока-пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова